Всем привет! Наверное, вы хотите спросить, почему я сегодня так празднично выгляжу. А ответ на самом деле очень простой, потому что сегодня у нас ролик о революции. А революция – это всегда праздник. Итак, о чем же сегодня мы конкретно будем говорить? Речь пойдет о том, что, насколько вы знаете, основной нарратив, основная идея, основная концепция нынешней путинской власти заключается в том, что революцию допустить никак нельзя. И с точки зрения этой самой путинской власти это вполне понятно, потому что любая революция – это смена общественного порядка, общественного строя, а главное – власти. То есть это процесс, который приведет к выметанию преступного путинского режима и замена его чем-то более устойчивым, более логичным, более благоприятным для нужд простого населения. Однако, главное заключается в том, что путинский режим, не желая уступать свое место, естественно, пытается придумать всякие идеологемы, чтобы обосновать, что революция, как таковая, это всегда плохо, и что уж лучше так, без денег, без свободы, с войной, с массовыми репрессиями, с массовыми нарушениями прав человека. Мол, лучше так, но революция – это всегда большее зло. Так вот, давайте сегодня объясним Путину и его приспешникам, и тем, кто еще до сих пор их поддерживает, почему в этом тезисе заложена глубочайшая логическая ошибка, и почему революция – это всегда наименьшее зло по сравнению с сохранением текущего губительного статуса КВО. Это исторические параллели на канале АвтозакЛайф и я, Петрович Белкин Олег. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте свой комментарий для продвижения этого видео и всего канала. И также вы можете материально поддержать нас, используя ссылку на донаты в описании, а также функцию «Суперспасибо» – это для тех, кто находится за пределами России. И также подписывайтесь на мой личный канал, YouTube-канал, и также на мой Instagram. Ссылка на них также будет в описании. А теперь начинаем. Я думаю, первый тезис, который стоит озвучить, и который теперь уже в нынешних условиях, в условиях войны, бесправия, репрессии, я думаю, уже ни у кого не вызывает сомнений. Так вот, этот тезис заключается в том, что путинский режим абсолютно реакционен, ультраконсервативен и антипрогрессивен. Я бы даже сказал рекрессивен. То есть он делает все, чтобы остановить ход исторического процесса, чтобы заморозить его. Ну и как раз борьба с революционным движением, борьба со всякими формами недовольства – это прямое вследствие подобной концептуальной позиции путинского режима. Однако, что хотелось бы сказать. Нужно понимать одну простую вещь, что революция – это не эксцесс, это не исключение. Это стандартный элемент цикла жизни, цикла жизни социального организма. Потому что, по большому счету, все организмы в мире, они развиваются по единым законам. Будь то биологический организм, то есть, например, человек, животное или клетка. Политический организм, такой как государство. Социальный организм, такой как общество. Или экономический, то есть, вся экономическая система. И мы знаем, что, например, для биологических организмов очень свойственно, что периоды роста чередуются периодами болезни, когда организм борется с какими-то проблемами, но затем он выздоравливает, становится сильнее и возобновляет рост и развитие с новой силой. То же самое касается, например, экономики. Потому что, что такое экономический кризис? Это вполне логичный момент, когда устраняются все диспропорции и дисбалансы в экономике, которые накопились за годы роста. То есть, например, экономика растет, формируются какие-то неэффективные фирмы, производства, которые существуют только за счет крайней благоприятной среды, а вот затем начинается экономический кризис, и все неэффективные производства отмирают. Затем идет стагнация, но потом начинается новый период роста. И новый период восстановления. То есть, экономический кризис – это фактически такой элемент оздоровления экономического организма. И вот абсолютно то же самое мы можем сказать и про революцию. Только в данном случае речь идет об организме не биологическом, как в случае с примером болезни, и не экономическом, как в случае с экономическим кризисом. Нет, в данном случае речь идет об организме политическом. И вот что такое революция? Это важнейший процесс, который служит основополагающей цели. А цель эта заключается в устранении тех проблем, дисбалансов и диспропорций, которые накопились за предыдущий период. И это крайне важно, потому что если бы вот этого очищения путем революции не происходило, то все политические организмы, все государственные образования, они фактически были бы обречены на погибли. Именно поэтому революция, как я сказал, это не эксцесс. Это не нечто исключительное. Нет, это важнейший элемент, который позволяет государству, ну или иному организму очиститься, перебороть болезнь, решить свои проблемы и снова возобновить поступательный процесс роста. И вот если посмотреть с подобной точки зрения, если понимать, что революция – это процесс устранения диспропорций и дисбалансов, то мы приходим к совершенно иному восприятию революции как таковой. Мы начинаем понимать, что революция – это как раз не болезнь. Наоборот, революция – это лекарство от болезни. То есть в процессе роста государство заболевало, оно копило какие-то противоречия, которые перманентно не решались. И, соответственно, дальше приходит революция, и она устанавливает все эти противоречия. То есть она действует как лекарство на биологический организм. Ну или можно привести другую аналогию, наверное, еще более точную, что это скорее операция. И вот тут возникает вопрос, можно ли умереть от операции. Бесспорно, да, к сожалению, да. Но операция, она всегда необходима. Потому что если вы в случае наличия застарелой болезни не идете на операцию, то вероятность того, что ваш организм погибнет, она стопроцентная. А операция, она дает вам шанс, и немаленький шанс, побороть эту болезнь и решить вашу проблему. Вот точно так же от революции государство может умереть. И, конечно, такие случаи бывали. Но нужно понимать, что без революции это государство может быть и несколько позже, но умерло бы с гораздо большей вероятностью. Точнее, не с большей, а с абсолютной стопроцентной вероятностью. То есть революция – это благое дело, это лекарство и операция, которая служит, то есть это инструмент выживания социального, политического и государственного организма. Ну и, конечно, если мы говорим об исторических параллелях, то, конечно, вот этот тезис, я понимаю, что он звучит достаточно спорно, достаточно дискуссионно, его нужно подкрепить конкретными историческими, то есть эмпирическими фактами. И в данном случае я как раз и хотел бы обратиться к историческому материалу и провести целый ряд исторических параллелей. И вот главный мой тезис будет заключаться в том, что все великие державы, все государства, которые в наибольшей степени оказывали влияние на ход мировой истории, на международные отношения, на мировую дипломатию, на мировую экономику, вот все великие державы и империи, они как раз и были порождены глубинными социально-экономическими и политическими революциями. И я бы хотел привести несколько примеров. Ну, первый, наверное, самый очевидный пример – это, конечно, Великобритания. Вообще, очень часто для людей, которые знакомы с историей, у них вызывает такую оторопь, что Великобритания, то есть достаточно небольшой остров, но, тем не менее, это было самое крупное государство в истории человечества. Это была крупнейшая колониальная империя, которая по состоянию на начало 20 века, точнее, на период перед Первой мировой войной, контролировала практически четверть всей суши на планете Земля и практически в два раза была больше, чем Российская империя. То есть Великобритания, которая контролировала Индию, Канаду в качестве доминиона, имела значительные территории в Африке, Австралию, ну и другие территории. Возникает вопрос, как же так, такое маленькое государство с относительно небольшим населением сумело достичь такой мощи. А ответ, на самом деле, достаточно простой, потому что Великобритания, ну, точнее, тогда еще Англия, получила огромное конкурентное преимущество за счет того, что она была одним из первых государств, которое пережило глубинную бужуазную революцию. В данном случае речь идет о бужуазной революции середины 17 века, английская бужуазная революция, 1640-1660 годов. И эта революция, она, во-первых, устранила деспотическую власть короля, она усилила парламентаризм, но самое главное, она решила целый ряд экономических проблем. Она во многом устранила феодальные пережитки, которые в тот момент царили в экономике Англии. И в тот момент, в этот период, другие страны, они столкнулись с революциями гораздо позже. Именно поэтому Англия, а впоследствии Великобритания, получила огромное конкурентное преимущество. То есть, она приняла вот это лекарство, пережила эту тяжелую операцию раньше, нежели другие европейские страны. Единственное исключение, это Голландия, которая пережила бужуазную революцию несколько раньше. Но вы понимаете, что Голландия в силу маленькой территории, в силу очень небольшого расположения, в силу своего континентального положения, она не могла конкурировать с другими великими державами. Хотя очень долго опережала их, например, в плане экономики, флота или колониальных захватов. Но, как бы то ни было, Англия получила огромное конкурентное преимущество именно благодаря английской буржуазной революции, которая буквально выдвинула ее вперед и позволила в 18 веке в долгом противостоянии с Францией, у которой изначально были более выгодные позиции, больше населения, лучше обустроенная территория, больше налогооблагаемая база, больше армия и даже вполне сопоставимый с Англией флот. Так вот, именно то конкурентное преимущество, которое получила Англия благодаря революции, оно оказалось настолько сильным, что позволило победить в этом долгом противостоянии 18 века саму Францию. И как раз наполеоновские войны, которые были апофеозом этого противостояния, они в итоге окончились тем, что 19 век стал фактически верхом Великобритании. Знаменитая викторианская эпоха, когда Великобритания была мастерской мира, производила по разным подсчетам едва ли не 50% всей промышленной продукции в мире, располагала самым крупным флотом, самым мощным научным потенциалом, была центром культуры, центром науки, и вообще Лондон считается одним из первых городов-миллионников в новое время. Если не ошибаюсь, он стал таковым в 1803 году, то есть намного раньше, нежели другие европейские города. Здесь мне хотелось бы отметить еще один момент, что революция и слом традиционного общественного порядка, он всегда приводит к интенсификации социальной конкуренции. А что такое социальная конкуренция? Это лучший процесс выработки управленческих решений. То есть, когда идеи начинают активно конкурировать между собой, когда выбраковываются самые слабые, самые неэффективные, и наоборот поддерживаются самые эффективные идеи, это приводит к повышению качества принимаемых решений. И именно за счет этого качества Великобритания одержала победу над Францией. Потому что во Франции была абсолютная концентрация власти в руках одного монарха, еще старая экономическая полуфеодальная система, а Англия – это уже было новое государство капиталистического типа. И именно революция, она стала причиной формирования вот столь мощной Англии, а затем и Великобритании. Я достаточно подробно остановился на случае с Великобританией, потому что, на мой взгляд, это самый яркий пример подобного рода. Но нужно понимать, что подобных примеров огромное количество. Возьмем ту же самую Францию, как раз соперницу Великобритании. И стоит сказать, что наибольший вклад в ее развитие оказала, как мы понимаем, что вполне логично, Великая Французская революция 1789-1799 годов. Тут уж я не говорю о том, что революция оказала огромное культурное влияние на всю Европу и на весь мир. Она повлияла действительно на многие последующие события. Например, многие революционные деятели России в 20 веке, они как раз вдохновлялись и восторгались примером Великой Французской революции. Но тут мне хотелось бы сказать не столько об этом, сколько о том, что Великая Французская революция, она дочисто уничтожила, полностью уничтожила всю полуфеодальную экономическую систему Франции. И вместо нее на ее основе возвела уже нормальное здание капиталистической системы, будущей Францией. Но самое главное, даже не это, не культурное влияние, а самое главное, что Великая Французская революция, как я уже говорил раньше, как и любая другая революция, она устранила те дисбалансы и противоречия, которые были в структуре французской экономики, французского общества и французской политики. В частности, была полностью сломана абсолютистская полуфеодальная структура, экономическая структура Франции. И очень важный момент, вот очень часто задают вопрос, каким же образом в период революционных, а затем наполеоновских войн Франция одерживала столь убедительные и блестящие победы над всей Европой. А ответ заключается в том, что революция сломала все сословные перегородки. И благодаря этому наиболее талантливые люди, будь то в экономической сфере, в военной сфере, в сфере культуры, вне зависимости от их происхождения, и только благодаря таланту они могли теперь пробиться наверх. И тот же самый Наполеон, это очень яркий пример. Нужно понимать, что Наполеон никогда бы не пришел к власти в рамках Старого режима, потому что, во-первых, он был выходцем из достаточно бедного дворянства, но самое главное то, что он был не титульной нацией, у него родной язык итальянский, он родился на острове Корсика, и, соответственно, в условиях Старого режима, то есть французской монархии, он не мог дослужиться не то, что там до маршала, но, скорее всего, даже до генерала. А вот в условиях революции, и Наполеон, кстати, очень четко это понимал, когда сам себя называл солдатом революции, вот в условиях революции Наполеон и точно так же другие наполеоны, в обобщенном виде, другие маршалы, другие экономические деятели, политические деятели, культурные, они имели возможность, несмотря на свое происхождение, но только благодаря своему таланту выбраться на самый верх. И в этом плане абсолютно неудивительно, что Франция в течение 20 лет одерживала бесчисленные победы над старыми феодальными армиями Австрийской империи, Прусской, Прусского королевства, Российской империи, ну и других более мелких субъектов мировой политики. Ну и еще пару примеров, это, конечно, нельзя не упомянуть Соединенные Штаты Америки, которые, по сути, возникли в ходе войны за независимость США. Но что из себя представляла война за независимость США 1775-1783 годов? Это была не что иное, как американская буржуазная революция, потому что цель независимости перед Америкой изначально не стояла. Главная цель, которую пытались добиться американские поселенцы, это соблюдение их буржуазных прав и свобод. Ну, в первую очередь, конечно, свобода экономической деятельности. И только тогда, и поскольку стало понятно, что Британская империя не готова идти на уступки Соединенным Штатам, только тогда уже встал вопрос о полной независимости и отделении и об отделении от Британской империи. То есть, американская война за независимость это не что иное, как американская буржуазная революция. И именно она заложила те основы, основы того процветания, которое началось в США в 19 веке и кульминацией которого стала уже роль сверхдержавы, супердержавы в веке 20. Ну и, конечно, можно упомянуть и пример с Россией, потому что Россия пережила несколько революций и нужно сказать, что все эти революции, они так или иначе способствовали возрастанию роли России в международных отношениях и в мировой истории. Ну, первую революцию можно назвать условно революции сверху, это Петровские реформы и преобразования, то есть это были действительно революционные преобразования, только проведенные не снизу, а сверху. И, как мы знаем, именно Петровские преобразования обеспечили значительную роль России на международной арене в течение 18 и 19 веков. Ну, а затем уже 20 век, февральская и октябрьская революции, опять же, слом вот этой полуфеодальной, отягощенной огромными противоречиями экономической системы Российской империи, он привел к тому, что Советский Союз, при, конечно, той огромной критике, при тех ужасах, которые царили в рамках этого режима, но, пожалуй, это, наверное, это было государственно наиболее мощное за российское государство, которое было наиболее мощным за всю историю России. Вот вам, опять же, пример того, как позитивно революции влияют на ход исторического процесса. Таким образом, на основе исторического материала мы можем сделать абсолютно точный вывод, что практически все великие державы в истории так или иначе были порождены революциями. Революциями либо снизу, либо сверху, ну, потому что как я сказал, по-другому быть не может, потому что революция дает конкурентное преимущество тому обществу, которое сумело через эту революцию пройти. И отсюда же вытекает еще целый ряд иных тезисов, которые было бы очень полезно знать Путину и всем остальным его приспешникам и прихлебателям. Ну, первый тезис заключается в том, что, поскольку революция является объективным историческим процессом, никакими субъективными действиями, то есть, будь то репрессиями, подавлениями и прочими деяниями, предотвратить революцию невозможно. Кто только не пытался этого делать, это никогда не выходило. Да, усилением репрессии можно как-то отсрочить революцию, но невозможно ее предотвратить. А главное, что чем более массовые репрессии применяются против революционного движения, тем более опасной и разрушительной становится сила грядущей революции. И вот как раз в этом случае революция действительно может погубить государство. То есть, это классическая ситуация такого парового котла, в котором копится пар, и если его не выпускать, если его насильно заталкивать туда-обратно вот этими массовыми репрессиями, то в итоге все это рванет и, к сожалению, в этом случае революция действительно может погубить и государство, и общество. Поэтому самый главный вывод из всего этого заключается в том, что репрессия это не панацея и не средство, не инструмент против революции. Наоборот, репрессия, они лишь делают потенциальную разрушительную силу революции куда более весомой, куда более значимой. То есть, репрессии, да, они оттягивают революцию, но в итоге они делают ее практически неизбежной и абсолютно разрушительной. Ну и еще один тезис, который мне хотелось бы озвучить, тезис, который входит в прямое столкновение с официальной идеологией нашей власти. И тезис заключается в том, что, как вы знаете, Путин очень любит говорить, мол, вот вы что хотите, как в Париже, или другая сторона этого тезиса заключается в том, что якобы революцию можно привнести извне. И на мой взгляд, с моей точки зрения, как историка, на мой взгляд, это просто абсолютно дилетантская и глупая точка зрения. Потому что, как я сказал, революция – это всегда следствие объективных, исторических, политических, экономических и культурных процессов. И, соответственно, сама идея, что якобы революция может быть привнесена как-то извне, и вот на этом походится вся концепция так называемых оранжевых революций или там привнесенных Майданов и прочее. Вот, на мой взгляд, эта концепция не выдерживает абсолютно никакой ни научной, ни исторической, ни методологической критики. Потому что революция происходит тогда и только тогда, когда сформировалась полноценная революционная ситуация, то есть, когда есть конкретные противоречия, которые надо разрешить. И в этом случае, как я сказал, революция неизбежна. И наоборот, если таких противоречий нет, то революции, там можно вкладывать огромное количество денег из-за рубежа, революции никогда не случится. Ну вот, в качестве мысленного эксперимента предлагаю задуматься над тем, можно ли, вот, например, сейчас взять и разжечь революцию в Швейцарии. То есть, сколько нужно триллионов средств вкладывать, чтобы там была революция. И я думаю, что вы логичным образом придете к выводу, что в той стране, где нет революционной ситуации, никакая революция возникнуть не может. Ни при каком вмешательстве из-за рубежа. И наоборот, как я сказал, что если есть революционная ситуация, то вмешательство из нее, оно может либо ускорить, либо затормозить этот процесс, но не более того. То есть, сама по себе революционная ситуация никогда не формируется из меня. И на мой взгляд, это не просто тезис, это аксиома. Что бы мне хотелось сказать в завершении? В первую очередь, то, что не стоит бояться революции, потому что боитесь вы ее, не боитесь, она все равно придет. И в частности, когда мы говорим о России, я абсолютно уверен, что в ближайшее время, ну в ближайшее время, я думаю, в перспективе года, полутора, двух, это непременно случится. Вопрос возникает только в том, в какой именно форме это будет. То есть, будет это революция сверху или революция снизу. Но как бы то ни было, результат от что революция сверху, что революция снизу будет один и тот же. И это говорит нам абсолютно точно, что дни путинского режима, конечно, с абсолютной вероятностью, со стопроцентной вероятностью точно сочтены. Я бы даже сказал, что бояться стоит другого. Бояться стоит того, что революция не произойдет. Хотя, как я уже упомянул, на мой взгляд, это просто нереально. Почему? Потому что я бы уподобил революцию иммунитету. Что такое революция? Это способность общества к сопротивлению. К сопротивлению диктатуре, к сопротивлению угнетению, к сопротивлению попранию прав человека, к сопротивлению иным, бесчеловечным формам правления. И вот, когда этот иммунитет работает, когда общество живо и здорово, тогда оно всегда сопротивляется диктатуре, произволу и авторитаризмом. Гораздо хуже, если общество уже утратило этот иммунитет. И в этом плане мы можем уподобить подобное общество, на мой взгляд, биологическому организму, у которого есть вирус иммунодефицита. То есть организм, который просто не способен сопротивляться угнетению и каким-то экзистенциальным проблемам, которые угрожают самому его существованию. То есть вот чего стоит бояться. Не революция, от того, что общество возможно утратило способность к сопротивлению. Но, как я сказал, я, будучи оптимистом, уверен, что это не случай России, это не наш случай. И именно поэтому я полагаю, что нас все-таки ждет светлое и счастливое будущее. И именно на этой оптимистичной ноте мне хотелось бы завершить сегодняшний выпуск. Спасибо вам огромное за внимание. Это были исторические параллели на канале Автозаклайф. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Тем более, что сегодня тема была очень дискуссионная, очень спорная. Я буду очень рад услышать ваши аргументы, как за, так и против моей точки зрения. И, конечно, для тех, кто хочет поддержать нас материально, есть ссылки в описании, ссылки на донат, и также есть функция суперспасибо. Это для тех, кто находится за рубежом, вне пределов России. И также не забывайте подписываться и на мой личный YouTube-канал, и на мой Instagram. Ссылки на эти ресурсы также будут в описании. Спасибо вам большое и до свидания.